добрый вечер уважаемые зрители нашего канала сегодня мы вам покажем распаковку и установку нового прибора vxdiax vcx se он предназначен для диагностики и кодирования машин mercedes также бмв можно использовать и там много кучи всяких программ которые поддерживает данном случае мы продемонстрируем работу по в режиме пастру g2534 следующее видео мы покажем его как он работает в режиме vc как star диагноз c6 неплохое качество изготовления хороший шнур пластик также хочу сказать что программное обеспечение поддерживает 2020 0 9 2020 12 машины mercedes он поддерживает 2005 года более старой модели он не поддерживает есть свои недостатки но все вроде бы пока настраивается на тестируем данном случае прибор этот будем вам показывать установку настройку пастру также open shell x dos также продемонстрируем его работу ссылочку на прибор оставлю под видео также у прибора и имеется возможность поддержки до и для обновления команд и более новых машин то есть 213 кузов 222 переходим на сайт производителя данного оборудования vxdiax shop и скачиваем программное обеспечение своего папку the at скачиваем программное обеспечение также дополнительно скажешь скачиваем программная и менеджер установки также дополнительно скачиваем программное обеспечения для DOEIT, ждем пока закачается программное обеспечение. У приборчика есть возможность работы по Wi-Fi, также через шнурок. На самом деле удобная функция, запускаем установку менеджера установки, он сам установит драйвер, видим, что в центре у нас уже установлено через OpenPort, выбираем обязательно PASTRU J2534 для OpenPort и для этого приборчика, который поддерживает этот протокол, также Mercedes-Benz к центре. Галочку ставим, также здесь перечислены другие автомобили, марки автомобилей, которые поддерживают данный прибор, на них отдельно нужно покупать лицензию. запускаем установку в X-менеджер. Ждем пока закончится установка. Напомню, что мы тестируем этот приборчик. У него, как и у всех приборчиков, есть свои недостатки, но вроде бы пока все решается. Повторяю для автомобилей после 2005 года и новее. Ждем запускаем у нас менеджер, прибор у нас сейчас подсоединен через шнурок, USB кабель, видим, что у нас приборчик определился, серийный номер, даты самого девайса, диагностика, в данном случае здесь выбирать будем Pass True, в следующий раз будем C6 выбирать. Нажимаем кнопку Update и устанавливаем драйвера. Видим проценты, меняются, что драйвер устанавливается и обновляется. Дожидаемся установки полной. Видим напряжение, которое показывает внизу и что под к нему подключен интернет. C6 у нас в данном случае в режиме VCI не подключится, потому что у нас программа Pass True стоит, а не OpenShell. Как я и говорил, мы в следующий раз уже покажем. Сейчас мы будем подключаться к машине. Машина у нас МЛ-164, подключаем без кабеля по Wi-Fi, соединение у нас через Wi-Fi. Прибор очень плотненько стоит, вставляется. Подключаемся через Wi-Fi соединение. На самом деле очень удобное устройство с более высокими возможностями и более полноценно работает по Pass True, чем OpenPort. На борту память своя, операционная система типа Linux. Самое главное его достоинство, что он поддерживает функцию DOEAP. Можно прошивать команды, обновления делать, также использовать для обновления программного обеспечения современных автомобилей новых. Видим у нас подключение по Wi-Fi произошло. Видим вкладки, при которых можно его перезагрузить, подключить до Wi-Fi. Обновить софт программного обеспечения. Запускаем наш Accenture и выбираем уже VX-Diag по протоколу Pass True, G2534. Все остальное работает также, как и через OpenPort. Обязательно нужно использовать файлик Ignition Enable, который заменяет эмулятор зажигания. Подключаемся к машине нашей. Да, вот видим, что у нас файлик Ignition не активная вкладка, надо обязательно запустить ее. Ждем подключения к машине. Далее, в следующих мы видео подключение покажем с OpenShell уже, как C6 его. Также продемонстрирую работу DOIP в последующих видео. Допускаем короткий тест. Довольно быстро работает. Самое главное ее преимущество, что можно удаленно, через облако подключаться к этому устройству, даже находясь дома. Все блоки читает корректно. Мы специально запустили старенький автомобиль. именно в DAS проверить, как работает. видим, что мы забыли запустить Ignition файл, эмулятор зажигания. Вот он у нас активный теперь. видим, да, что у нас зажигание выключить. выключаем, нажимаем галочку выключить. то есть программа корректно видит замок зажигания. но есть свои нюансы по настройке этого прибора. на этом и заканчиваем наше видео. Спасибо всем за внимание. Ждите последующих видео по этому прибору, будем его тестировать. Всего доброго! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА